Здравствуйте, Мария Владимировна. Здравствуйте. 2020 год юбилейный для программы «Расширя горизонты». В течение 10 лет программа в том числе дает возможность быть сельчаном на связи со всем миром. Сколько муниципалитетов за эти годы, так скажем, появились в свете благодаря программе? Ну, на самом деле, я думаю, что все. И даже если муниципалитеты имели до того, как мы в 2010 году зашли к ним с нашей такой вот широкой, региональной, всеохватывающей программой, на самом деле все равно каждый регион обогатился. Обогатился именно и теми программами, которые мы несли, и инфраструктура. И насколько увеличилось количество пользователей, допустим, за последний год? Пользователей программы. Это вопрос достаточно сложный, потому что на самом деле на протяжении последних 10 лет неоднократно меняется методика, в том числе и Росстата меняется методика подсчета пользователей. Мы, в принципе, понимаем, что это всегда на, скажем таки, усредненные цифры, которые мы получаем по методике статистики, либо же сами анкетируем и сами следим. Но, тем не менее, в целом мы можем отметить такой существенный рост, который с 30-40% пользователей сети в 2010 году от общего активного, активной доли населения до более 80% в текущем периоде. Это мы фиксируем уже достаточно четко, да, потому что мы понимаем и меряем уже не просто как бы опросами, а меряем запросами госуслуги. Следовательно, мы понимаем, что люди пользуются. Ну, а в первые годы в рамках программы обучали и как пользоваться мышкой, как печатать на клавиатуре и показывали, что такое курсор на экране. Чему учат участников программы сегодня? Действительно, мы с вами первые годы как бы делали акцент на то, чтобы граждан, которые в силу своего возраста уже не попали, там, например, на школьные уроки информатики, да, не захватили это в вузах, их вовлечь вот в эту активную, уже там, активное настоящее. Поэтому и как бы возраст наших слушателей, он был, ну, скажем, такой уже предпенсионному, такие взрослые люди, которые действительно брали у нас уроки первых, первого опыта, какие-то первые навыки свои реализовывали, учили как раз вот все, что вы сказали. Мышка, просто пользуюсь, просто не боюсь снять грамот из сети и так далее. А если говорить сейчас, то это совершенно кардинально поменявшийся профиль пользователей, профиль слушателей программы. Мы очень много уделяем внимания молодым ребятам, и здесь мы говорим о школьниках, о педагогах этих школьников, когда мы все чаще и все острее звучит вопрос безопасности в сети, безопасности сервисов и так далее. Но, тем не менее, конечно, наши возрастные слушатели тоже еще остаются. Ну вот смотрите, раз мы коснулись безопасности, как в сегодняшних условиях пандемии программе пришлось измениться? Какие лекции обучающей программе перешли? Мы ушли в онлайн. Мы ушли в онлайн, как и многие, я так понимаю, и обучающие организации, и работодатели, которые сегодня, то есть вот прям мы этот тренд подхватили, и подхватили его достаточно легко. Потому что как раз мы на деле проверяли и эксплуатировали все то, что мы учим. Ну а как часто проводятся эти вебинары? Где с ними можно знакомиться с грядущими событиями или посмотреть прошедшие вебинары? Где все это можно найти? Расписание вообще всех вебинаров и лекций, оно у нас на сайте, в открытом доступе. Вы его можете найти на портале официального услуга и официальном портале органов власти. Но если конкретно, то если кто-то знаком, то наше подведомственное учреждение, непосредственно те, кто проводит своими руками обучение, то на сайте Рио-центра. В любом случае через официальный портал органов власти вы найдете все ссылки на актуальные расписания. Впереди еще годы продуктивной работы. Как будет меняться, расширяя горизонты, и какие вы уже поставили задачи на ближайшие полтора года, допустим? Мария Владимировна? Ну, безусловно, как мы с вами уже касались, мы отходим несколько от навыков работы с компьютером и более уделяем внимание работе с конкретными сервисами. А так как сервисы, интернет-сообщество, оно развивается невероятными темпами, то мы неоднократно в течение одного учебного года или просто календарного года, мы неоднократно меняем программы, стараемся быстро откликаться на возникающие истории. Ну что ж, спасибо, Мария Владимировна, и успехов вам! Спасибо, и вам не болеть!